И Плющенко, и Слуцкая, и Татьмяина Маринина, и Петрова Тихонов, и Нава Костомаров, это все выходцы из Советского Союза. Это спортсмены, которые встали на коньки, когда еще была большая страна, большая, великая школа фигурного катания, единая школа. И поэтому результат был соответствующий. А потеряли мы очень много в последние годы, очень много. Но ничего, вы знаете, Алексей Николаевич Мишин считает, что будет смена, и Александр Савельин, Ирина Жук считают, что будет смена тренера. Многие специалисты считают, что будет смена. Она и есть смена, есть много талантов. Просто надо подождать, надо подождать. Я понимаю, что, конечно, мы ждать не хотим, но что поделать. Вот тоже будем надеяться на эту девушку, 19 лет, Саша Ивлева, стоять. Райна Ридвигер, молодец, умница. Да, без амплитуды, но каскад будет засчитан. К сожалению, над вращением еще работайте, работайте. Райна Ридвигер, молодец, умница. Как здорово, да? Легко, легко, очень легко. С шагов. Сложный водоход, люди должны отметить это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В свое время она даже начинала кататься у Рафаэля Рутюняна, тренера Александра Апт, известного нашего одиночника. Но вот потом Рафаэль уехал в Америку. Александра, я так понимаю, осталась здесь. Перешла к Чайковске и вот сейчас к Жанне Громовой. Вот действительно, помните, как она выглядела на пресс-конференции после короткой программы Чемпионата России Александра? Скромная, да? Сдержанная, без лишних каких-то... Вдумчивая, очень вдумчивая, да. Порывов. И знаете, я даже вот... Очень мне хочется зачитать официальный пресс-релиз, который был опубликован на Чемпионате России, потому что здесь очень хорошо подметили одну вещь, что уступившая лидерство москвичка Александра Ивлева завоевала серебряную награду с суммой 145,72 балла, а зарекомендовавшая себя в последнее время мастером словесного жанра Елена Соколова, к сожалению, оказалась не столь искусной на льду. У нее в итоге бронза. Это не наши слова, это официальный пресс-релиз. Что имелось в виду? Была такая ситуация на пресс-конференции после короткой программы, где чемпионка, ну не чемпионка, а занимавшая первое место после короткой Саши Ивлева, действительно выглядела очень мило, хорошо, говорила такие вещи, которые шли от души. И рядом сидела Лена Соколова, наша, уже можно сказать, прославленная фигуристка, которая очень некрасиво себя вела по отношению к более молодым своим соперницам, подругам по сборной, и выступала действительно в словесном жанре, который, честно говоря, не принес ей славы в итоге. В данном случае это говорит о том, что нужно меньше говорить и больше делать. То, что и продемонстрировала сейчас Саша Ивлева. Еще бы, конечно, хватило сил на произвольную программу, да, Александр? Да, безусловно, конечно, впереди более тяжелый вид программы, это произвольная программа, но и в то же время более, наверное, ну вид, который может помочь, наверное, поможет доказать, что у нас есть смена, что у нас есть молодые фигуристы, что есть талантные фигуристы. Конечно, она может радоваться, она прекрасно сказала короткую программу. Спасибо ей за то, что она всем показала, да, эту спортивную кофту с России. Да, с Россией, да, с Россией, да, с Россией, конечно, конечно, это здорово. С Жанной Громовой мы разговаривали и спросили про Сашу, она говорит, вы знаете, девочка, которая готова целый день трудиться на льду, очень трудолюбивая, скромная, и дай-то бог, чтобы такое отношение было дальше. Да, это лучшая на данный момент сумма за технику, лучшая. Она будет сейчас первой, естественно, за компоненты тоже неплохо, хотя, конечно, есть над чем работать. Тут и вращение, цитровка страдала. Блестящая, правда, спираль, я думаю, что спираль, она, конечно, прилично баллов набрала. Это ее личный рекорд, 50 баллов и 28 сотых. Мы поздравляем Сашу Ивлеву. Браво, просто браво. Она на 10 баллов превысила. Молодец, молодец. Превысила свой личный результат.